Предприниматель с 30-летним стажем Елена Кузнецова на встрече с бизнес-омбудсменом Эдуардом Харченко пришла просить и за себя, и за своих коллег. У нее сеть продуктовых мини-магазинов в Самарской области. С недавних пор в чеке может быть максимум 10 маркированных товаров, например, таких как вода и молочная продукция. Пробивать несколько чеков в одни руки неудобно ни покупателю, ни продавцу, рассказала Елена Кузнецова. Потребитель уходит в федеральные продуктовые магазины. Там все покупки идут по одному чеку. От этого страдает малый бизнес. С просьбой изменить требования Елена обратилась к уполномоченному по правам предпринимателей. Помогали разобраться в сложных, а иногда и запутанных предпринимательских проблемах областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Эдуарду Харченко, глава Самары Елена Лапушкина, представители областной и городской прокуратуры, налоговые службы. Например, бизнесмены сейчас получают некорректные суммы по единому налоговому счету. И тут же на встрече они получили компетентные ответы. Этой проблемой мы занимаемся, и в ближайшее время думаю, что мы эту проблематику снимем. В итоге встречи для меня прошла она действительно положительно и продуктивно, интересно. Я считаю, что мы эту работу должны продолжить в таком формате общения. Один из руководителей комбината питания, обслуживающий почти два десятка детских садов, рассказал, что недобросовестные родители не оплачивают питание своих детей. Суд встал на сторону бизнесмена. Но как взыскать долги непонятно. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала разобраться в этом вопросе. Еще одна проблема – незаконные граффити. Сейчас фасады за свой счет закрашивают владельца зданий. Это серьезные убытки, а штрафы для свободных художников минимальны. Вы страдаете не только вы, но и все мы вместе, потому что это урод, это абсолютно наш с вами город. Проблема же в том, чтобы найти того человека и доказать, собрать доказательную базу, что именно он нанес граффити, испортил фасад дома, фасад объекта торговли и многое другое. Со всеми предпринимателями, с кем я работаю, либо большие торговые центры, конечно, мы просим вас, поставьте камеру, чтобы у нас была хоть какая-то история, чтобы можно было поймать зарпу и доказать, что именно он это сделал. На встречу приехали несколько десятков бизнесменов, и каждый со своей проблемой. Все вопросы были взяты на контроль как бизнес-омбудсменом, так и прокуратурой. Все вопросы, которые возникают у предпринимателей, вопросы, проблемы, мы заслушаем, ну и, соответственно, берем в работу для того, чтобы эти вопросы и, главное, проблемы и вопросы были решены. Сегодня встреча прошла очень конструктивно, были подняты актуальные проблемы бизнеса, было много вопросов, эти вопросы были обсуждены, я думаю, что мы дали исчерпывающие ответы. И часто из этих конкретных частных проблем решаются, уже выявляются довольно большие, серьезные общие проблемы, которые являются предметом уже конкретных прокурорских проверок. Такие встречи предпринимателей с бизнес-омбудсменом и одновременно с представителями различных ветвей власти актуальны и востребованы, отметили все участники форума. Поэтому они будут практиковаться и дальше. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События.